МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящие 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Вперед к инновациям! Сегодня отмечается День белорусской науки. В Гомеле к этому событию приурочили торжественное собрание и выставку-презентацию новых разработок. В ветке началась подготовка к строительству блока плавательных бассейнов. Современный спортивно-здоровительный комплекс рассчитан на жителей всех возрастов. Бизнес-климат теплеет. Новации новых законодательных актов в актуальном интервью с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимиром де Война. Юбилей легенды. На уходящей неделе масштабно отметили 80-летие Владимира Высоцкого. Гомельская областная филармония пригласила зрителей на праздничный концерт, посвященный его жизни и творчеству. В Брагинском районе появился совсем нетипичный для данной поры года житель. По зимним улицам гуляет всеобщий пернатый любимец Аист по кличке Буся. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Сегодня в Республике отмечается День белорусской науки. В Гомеле к этому событию приурочили торжественное собрание и выставку-презентацию новых разработок в различных сферах. Именно эти инновации помогают предприятиям осваивать новую, востребованную на мировых рынках продукцию, улучшать экологию и внедрять новые технологии в медицине. О научных достижениях и не таких уже далеких перспективах материал наших корреспондентов. Эта операция в Гомельской областной клинической больнице прошла 10 января 2018 года. Впервые медики использовали так называемую хирургическую навигационную систему последнего седьмого поколения. Теперь операции на позвоночнике, которые могут продолжаться до 8 часов, будут проводиться с помощью специального высокотехнологического оборудования. Оно позволяет через монитор в реальном времени наблюдать за всем процессом. Совершить ошибку, которая может создать для пациента дополнительные проблемы, в таком случае практически невозможно. Навигационная станция нейрохирургическая операционная позволяет, прежде всего, безопасно имплантировать импланты для фиксации позвоночника, винты, крючки. И все, что необходимо для стабилизации при переломах, при повреждениях, при заболеваниях позвоночника. В этом году торжественное собрание, посвященное Дню Белорусской науки, прошло в Гомельском государственном медицинском университете. В декабре прошлого года его представители были участниками Второго съезда ученых Республики Беларусь, на котором выступил президент страны. Александр Лукашенко отметил, ученым-медикам необходимо более активно осваивать новые технологии, разрабатывать и внедрять современные скрининговые программы, работать над удешевлением предоставляемых медицинских услуг. В университете говорят, что сегодня наука здесь находится на правильном пути, однако думают и о приоритетных направлениях, которые можно назвать прорывными. Такие разработки, как стволовые клетки, они применяются и разрабатываются при лечении хронических заболеваний печени на широко. Разработка новых жидкостей, которые для лечения заболевания опорно-двигательного аппарата. Это совместные разработки по покрытию различных материалов, такие как искусственные протезы. Белорусская наука сегодня – это бренд, которым можно гордиться. Разработки белорусских ученых не только хорошо известны за пределами страны, но и приносят ей реальные доходы, в том числе материальные. Наука не должна существовать ради науки, она должна иметь практическую направленность. Тот же Институт механики металлополимерных систем впервые в нашей практике, тоже Китаю, Институт энергетики Академии наук провинции Шандунь, за 220 тысяч евро продал лицензионную разработку, новую технологию получения полимеров. Ну, такого широкого спектра. Гордость Института леса – Национальная академия наук Беларуси, оснащенная по современным европейским стандартам лаборатории. После аварии на ЧАЭС в Институте зародилось новое научное направление – лесная радиоэкология. Начали широко использоваться достижения лесной селекции и генетики. Тогда же была поставлена задача разработать, по примеру наиболее развитых стран, современные молекулярно-генетические методы, с чем в Институте успешно справляются. Секвенировали в прошлом году, то есть это полногеномная расшифровка генома, мы сделали пять видов. Это гриб фома, ольха, ясень, граб и липа. Это сделано впервые в мире. То есть до нас никто полногеномное секвенирование не расшифровал этих видов. Сдержанные и скромные в повседневной жизни эти люди являются авторами важных открытий, от которых часто зависит будущее человечества. В декабре прошлого года президент Беларуси подписал декрет о развитии цифровой экономики. Ученые оценивают этот документ как еще один шаг к появлению направлений, которые выведут страну на новый уровень развития. Тот принцип, который провозглашался и о нем говорили на Втором Всебелорусском съезде ученых, не догонять, а опередить, не догоняя. То есть правовое поле создать для совершенно новых видов деятельности, которые явятся основой экономики завтрашнего дня. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. В ветке началась подготовка к строительству блока плавательных бассейнов. Напомним, согласно распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко, один миллион рублей на эти цели выделен из резервного фонда главы государства. Плавательный бассейн – социально значимый объект, которого в ветке никогда не было. Его необходимость объясняется несколькими причинами, самое главное из которых – потребность в оздоровлении населения, проживающего на пострадавших территориях. Строительство бассейна началось в прошлом году. Завершить его планируется в 2018. Объект будет расположен возле центрального городского стадиона, что позволит создать ветки современный спортивно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на жителей всех возрастов. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Меры по содействию занятости в Беларуси утверждены декретом президента. Александр Лукашенко 25 января подписал декрет номер один по содействию занятости населения. В его фундаменте создание максимальных условий для трудоустройства граждан, индивидуальный подход и принцип социальной справедливости. Важнейшая роль в реализации документа принадлежит местным органам власти. Цель – вникнуть в проблемы каждого неработающего человека. Это и будет критерием оценки работы на местах. Координировать реализацию декрета будут постоянно действующие комиссии, куда войдут депутаты, специалисты сфер труда и соцзащиты, ЖКХ, внутренних дел, а также представители республиканских объединений. В новый декрет не вошли нормы о взимании сбора на финансирование госрасходов. Те, кто раньше входил в категорию трудоспособных, но не работающих, сейчас освобождены от уплаты. Декретом предусмотрен концептуально иной подход для стимулирования белорусов к легальной занятости. Со следующего года такие граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Их конкретный перечень определит правительство. Документ вступает в силу после его официального опубликования. Детализация всех ключевых норм декрета о занятости пройдет до 1 апреля. Механизм заработает с 1 января следующего года. На заседании Гомельского облсполкома рассмотрели ситуацию в экономике региона, показатели, которые еще в начале прошлого года оказались проблемными, оказались выполнимыми и даже перевыполненными. Пожалуй, самый основной, воловой региональный продукт, который наиболее полно отражает ситуацию в экономике – 103%. Это почти на 1,5% больше, чем планировалось. В этом году планы еще более значительные. Достигать их предполагается как через привлечение инвестиций и открытие новых предприятий, так и уменьшением дебиторской задолженности, особое внимание оптимизации внешнеэкономических расчетов и возврату валютной выручки. 13 иностранцев в этом году уже обратились за предоставлением убежища в Гомельской области, большинство – украинцы. Об этом в ходе визита в областной центр сообщил представитель ООН по делам беженцев Жан-Ив Бушарди. По его словам, в прошлом году убежища в области попросили 177 человек. В целом Бушарди оценил ситуацию с иностранными переселенцами в нашем регионе как стабильную. Итоги работы прошлого года стали главной темой на заседании Президиума областной организации Белорусского общества Красного Креста. Сегодня она объединяет более 14% жителей региона. В рядах волонтеров – более 2000 человек. Общими силами в прошлом году они провели более 1000 благотворительных и профилактических мероприятий, реализовали 11 проектов, среди которых есть и уникальные, в их числе проект по поддержке бизнес-идеи переселенцев из Украины. Для тех, кто внес значительный вклад в достижения организации, подготовили почетные грамоты. Вручили и уникальную награду Красного Креста – «Крустальное гуманное сердце». Это наивысшее признание работы тех, кто посвятил служению людям свою жизнь. Его получила председатель Петриковской районной организации Людмила Петухова. Осень и зима принесли в Беларусь серьезное потепление бизнес-климата. В стране вступил в силу ряд резонансных документов. Декрет о развитии предпринимательства, указы о развитии агротуризма и ремесленничества. Другими словами, сделан еще один шаг в улучшении условий для развития частной инициативы и самозанятости. Мы попросили прокомментировать обновленные документы начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимира Довоина. Владимир Васильевич, говоря о поступлении налогов в бюджет, каким был в этом плане финансовый 2017-й? В 2017-й год поступление платежей в бюджет напрямую зависит от работы реального сектора экономики. Прогнозные показатели сложились успешно, поэтому и поступление платежей в бюджет было с динамикой на увеличение. 2,25 млрд. рублей – это консолидированный бюджет Гомельской области. Это порядка 102% от плановых назначений. Выполнен республиканский бюджет, выполнен местный бюджет. Более 77% – поступление от предприятий государственного сектора экономики. Определенная часть, порядка 17% – это поступление от малого и среднего бизнеса. 2,3% – поступление индивидуальных предпринимателей. 3% – поступление от физических лиц. Основную долю налоговых поступлений составляет подоходный налог – порядка 22% акцизы. И налог на прибыль. Вот эти три источника дают более 50% доходной части бюджета. 2018 год. Все мы хотим стабильности. В связи с этим очень интересно, стоит ли ждать значительных изменений в налоговом кодексе. С седьмым декретом глава государства определил, будут они или не будут. До 2020 года значительных изменений не будет. На 2018 год в том числе. Главу государства дано поручение до 1 сентября внести, доработать налоговый кодекс, максимально его упростить, чтобы он был доступен для всех субъектов предпринимательской деятельности, как организаций, предпринимателей, физических лиц. Но в то же время сохранить объем поступлений. Поэтому 2018 год он стабилен. Ставки налога до 2020 года или новые налоги до 2020 года вводиться не будут. Осень и зима принесли в Беларусь серьезное потепление бизнес-климата. К примеру, указ президента о развитии ремесленной деятельности, который вступил в силу в середине января. По каким правилам теперь будут работать мастера хендмейт? Восемь нормативных документов, конец 2017 года, начиная с 19 сентября и заканчивая уже декабрем месяцем. В том числе и ремесленная деятельность. В области сферы этой деятельности, конечно же, развита. Что здесь нового? Это возможность ремесленнику сегодня продавать свою продукцию в более широких местах при помощи интернет-ресурсов. Продавать свою продукцию с производственной своей базы. И что важно, раньше ремесленник мог иметь одного подмастерья, одного ученика. Сегодня можно иметь ему троих подмастерьев, троих учеников. Но это, скажем так, неоплачиваемая работа. Это работа научиться этому виду деятельности. И иметь возможность где-то что-то потом после получения вот этих навыков организовать какой-то свой бизнес, заняться в сфере ремесла своим направлением. Еще один документ, декрет номер 7, который стимулирует как раз таки самозанятость, инициативность, и расторопность. Как считаете, почему этот документ уже сегодня называют долгожданным и где-то резонансным? Общаясь с субъектами предпринимательской деятельности, особенно в сфере производства, в сфере общественного питания, высказывались ряд нареканий на обременение и ведение бизнеса. Создание условий, которые приходилось терять определенный период времени, чтобы запустить этот бизнес. По ряду направлений. Самое главное, что здесь положены принципы. Принципы взаимосотрудничества государства и субъекта предпринимательской деятельности. Их там несколько прописано. И если мы вот эти принципы возьмем за основу и выполним, то мы много чего здесь достигнем. Упростится требование МЧС, санитарной службы, карантинной службы. Что касается налогового законодательства, тоже есть, конечно, упрощение. Элементарно, если физическое лицо, индивидуальный предприниматель мог оказывать услуги по ремонту в своем гараже, в каком-то гаражном кооперативе, надо раньше было ему иметь согласие с членом гаражного кооператива. Сегодня такого согласия иметь не надо. Его инициатива, и он осуществляет деятельность. До 2020 года неизменение налоговой нагрузки на субъектов предпринимательской деятельности, что позволит субъектам спланировать свою деятельность, спланировать свою прибыль и видеть, куда дальше можно расширяться. То есть эти документы, как раз-таки ту самую стабильность, которую мы так ждем, и которые привыкли, гарантируют? Я думаю, да. Но это, я думаю, не последний документ, потому что пришло время, когда мы совершенствуемся. Государственное управление совершенствуется и слушаем бизнес в части того, какие ниши он хочет, скажем так, исследовать и куда хочет попасть. Государство должно создать условия, а бизнесмен должен пойти на эти условия и зарабатывать, и платить налоги. Владимир Васильевич, спасибо за интервью. До новых встреч в эфире «Беларусь. Тэр». Вам большое спасибо. В Речице на этой неделе состоялись торжества по случаю 20-летия Центра специальной подготовки до призывной молодежи «Скиф». Это единственное в Беларуси подобное учреждение. Цель его работы – воспитание физически и нравственно здоровых подростков. О Центре, благодаря работе которого Речицу неофициально называют столицей ВДВ и сил специальных операций. Материал – Светланы Князевой. Мы в «Скифе» все когда-то начинали, старались программу изучать, стрелять, летать, под воду погружаться. Сейчас страну мы можем защищать. Внешне эти ребята не отличаются от сверстников. Но если взять во внимание и физические способности, то становится понятно, что за их плечами школа настоящих мужчин. Воспитанники Центра специальной подготовки до призывной молодежи «Скиф» прошли отличную школу по воздушно-десантной, легкой водолазной подготовке, штурмовому альпинизму, рукопашному бою, огненной и тактико-специальной подготовке. И все благодаря личной заинтересованности создателя и неизменного руководителя Центра Владимира Гоброва, у которого получается уводить ребят с улицы и объединять вокруг себя. Здоровый образ жизни, возможность заниматься настоящими мужскими делами, популяризация службы в спецвойсках – задача, которую изначально ставил Владимир Гобров. На сегодняшний день уже более пяти человек, выпускников Центра подготовки «Скиф» проходят службу в силах специальных операций. Ни по отношению к одному из них не было никаких нареканий со стороны руководства. Я считаю, что это правильная работа, это нужно поддерживать. И если такие клубы будут создаваться и в других населенных пунктах нашей страны, мы будем только к этому счастливы и довольны. Они просят достойную смену людей, которые придут к нам на службу. За два десятка лет через «Скиф» прошли несколько сотен воспитанников. Более 20 из них поступили в высшие учебные заведения по специальности. Более ста медали завоевали на областных, республиканских и международных соревнованиях. 17-летнему Глебу Лазаренко в свое время, в совсем еще юном возрасте, попасть в «Скиф» удалось лишь благодаря отменной физической подготовке. В свои 8 лет за минуту он отжался 98 раз. В 9 стал самым молодым парашютистом в Беларуси. Еще его называют «человек-лягушка». Парень способен на задержке дыхания переплыть в бассейн 2,5 раза. «Скиф» для меня сейчас, на данный момент, это моя жизнь, считай, это кусочек моей жизни, в которой я живу, общаюсь с разными людьми. Тренер для меня стал, считай, вторым отцом. Весь опыт, пройденный мной здесь, мне понадобится в будущем. То есть будет ли это простая гражданская жизнь, либо это буду я служить где-нибудь. С самого начала существования центра для обучения его воспитанников собиралось все, что имеет отношение к ВДВ и спецназу. С годами коллекция экспонатов стала настолько большой, что позволила скифовцам открыть собственный музей. Этот музей стал первым музеем воздушно-десантных войск и подразделений специальных операций в нашей стране. Разметился в здании Реческой района гимназии. И хоть по площади он не такой уж и большой, показывать его экспонаты и рассказывать о них скифовцы могут на протяжении как минимум 2,5 часов. В музее можно увидеть экипировку, снаряжение учебного вооружения, головные уборы десантников и спецназовцев, начиная с 1968 года и до наших дней. Прослеживается история развития парашюта от создания первого экземпляра до наших дней. Отдельно представлены фото уникальных личностей, которые несли свой вклад в создание, развитие разведывательных и специальных десантных подразделений. Каждый раз экскурсия по музею не оставляет равнодушными его посетителей. Все потому, что это результат труда преданных своему делу людей. Скиф для меня, конечно же, это большая часть моей жизни, активной моей молодости, моего здоровья, связана с созданием и развитием Центра спецназового создания скифов. И уровень, который мы на сегодняшний день имеем, те знания, которые мы можем дать нашим воспитанникам, я этим безмирно горжусь. Когда стране нужна еще подмога, Патриотизма мы всегда полны, Всегда придем на помощь мы народу, И рубежи страны укройем от беды. Светлана Князева, Павел Антонов, новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. Неделя выдалась по-особенному богатой на концертные выступления. Гомельская областная филармония пригласила зрителей на музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого «Я люблю и значит я живу». Песни легендарного советского поэта, актера и автора исполнителя гостям подарили солисты эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. А музыканты гомельских городских оркестров тем временем погрузили своих зрителей в романтическую атмосферу джаза. В областном драматическом театре прошел настоящий праздник музыки и живого общения. Концерт «Зимний джаз» объединил истинных ценителей и мастеров виртуозной игры. За жизнь в мире культуры всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Таланты человека безграничны. И кажется, что в Гомельской области творческих людей огромное количество. Оригинальные выставочные проекты, музыкальные выступления, литературные встречи и всевозможные арт-площадки. Тому прямое подтверждение. Прямо сейчас вашему вниманию калейдоскоп наиболее ярких культурных мероприятий уходящей недели. В музее истории города Гомель открылась выставка вышивки Валентины Игнатенко. В экспозиции более 30 авторских работ в технике вышивки крестом. Это городские пейзажи, портреты, классические сюжеты и репродукции картин всемирно известных художников. Творческие полотна Валентины Игнатенко выполнены тонкими ажурными нитями. Они передают отражение в лужах после дождя, схождение солнечных лучей на лепестки роз, легкое порхание птицы бабочек, материнскую любовь и нежность. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина тем временем открылась выставка, посвященная 230-летию со дня рождения Джорджа Байрона. Экспозиция представлена из фонда редких изданий и книжной коллекции князей Паскевичей. На выставке разместились действительно уникальные экземпляры литературы 19 века, свидетельствующие о жизни и творчестве Джорджа Байрона. Они содержат иллюстрации родового имения поэта. На их страницах рассказывается о его дочери и жене. Также из представленных печатных источников можно узнать об участии Джорджа Байрона в битвах за независимость Греции и о том, что он является национальным героем этой страны. Запомнилась уходящая неделя и многообразием концертных программ. Гомельская областная филармония пригласила зрителей на музыкальный вечер, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого «Я люблю, и значит, я живу». Выдающийся поэт, актер, автор-исполнитель. Владимир Высоцкий – символ советской эпохи, фигура культовая и легендарная. Со сцены Гомельского общественно-культурного центра песни Владимира Высоцкого звучали в исполнении солистов эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского и Бардов. Артисты их подали так, как некогда исполнял и сам автор. С человеческим обаянием, предельной искренностью и особой энергетикой, одновременно вложив в них свои чувства. А музыканты гомельских городских оркестров тем временем погрузили своих зрителей в атмосферу джаза. В областном драматическом театре развернулся настоящий праздник музыки и живого общения. Зрители смогли насладиться композициями различных жанров и направлений из джазового репертуара концертного духового оркестра в инструментальном и вокальном исполнении его артистов. Гости музыкальной программы «Зимний джаз» прониклись по-настоящему творческой и дружественной атмосферой вечера. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В Гомельском дворце культуры «Железнодорожников» состоится концерт камерного хора областной филармонии. Выступление пройдет под руководством художественного руководителя и главного дирижера коллектива заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. Концертная программа «Под рождественской звездой» позволит зрителям отправиться в музыкальное путешествие по разным странам мира, окунуться в праздничную атмосферу и получить заряд хорошего настроения. А тем временем Светлогорский историко-краеведческий музей всех желающих приглашает на выставку «Джунгли за стеклом». Здесь можно увидеть живых ящериц, змей, пауков, черепах и других представителей тропической фауны разных континентов. Выставка будет увлекательна и познавательна как для детей, так и для взрослых. Обзор наиболее ярких культурных событий для вас подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». Остался зимовать. В деревне Осаревичи Брагинского района по зимним улицам гуляет аист. Правда, сильных морозов птицы не любят и прячется от них в курятнике. Раньше гнезда аиста здесь исчислялись десятками, а в прошлом году их количество значительно сократилось. По мнению местных жителей, повлияла засушливая погода, когда лягушек, которыми питаются птицы, стало значительно меньше. По этой причине некоторых птенцов взрослые аисты начали выбрасывать из гнезд. Вероятно, так на земле оказался этот аистенок. Местная жительница Ирина Сафронова, у которой поселился аист по кличке Буся, говорит, что очень надеялась. Осенью он вместе с другими птицами отправится в теплые страны. Но по каким-то причинам этого не произошло. Ограничений местные жители птицы не создают. В любой момент она может улететь куда захочет, но с наступлением морозов такого желания Буся не выказывает. При плюсовых температурах аист обычно совершает прогулки по деревне и ее окрестности. Причем около дорог, где птицу угощают автомобилисты, она движется исключительно по обочине и никогда не создает проблем водителям. Аиста Буся можно увидеть и на школьном дворе, и на автобусной остановке. Теперь это, пожалуй, самый знаменитый житель деревни Осаревичи. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова